В области пока не наблюдается аномального роста цен на продукты. Об этом заявили ярославские антимонопольщики. Они же выступили инициаторами создания Совета по электроснабжению. В четверг прошло его первое заседание. В Совет по энергоснабжению, который создан под эгидой УФАС, по словам антимонопольщиков, вошли крупнейшие в области сетевики, а также ЕСК. Обсуждали в том числе и тему организаций неплательщиков за электроэнергию. Без света из-за долгов порой остаются не только они сами, но и жилые дома и соцобъекты. В руках сетевиков выключатель, однако щелкать им следует с оглядкой на закон. Например, не считать, что отключение света за долги, причем повсеместное, это единственно верный путь борьбы с неплательщиками. Ведь могут пострадать и добросовестные потребители. Это уже может быть расценено как злоупотребление доминирующим положением. И готовьтесь, что как только вы эту черту переступаете к вам, внимание ФАС повышается сразу на 100%. И если вы будете здесь действовать каким-то образом ущемляя интересы потребителей, то готовьтесь к возбуждению дел, чтобы у всех было понимание, что если они действуют так, то они понимают, что ФАС к ним придет рано или поздно. Антимонопольщики держат руку на пульсе и роста оптовых и розничных цен на продукты питания. Список продуктов, цены на которые ежедневно мониторят, невелик. Мясо, курица, рыба, молоко, картофель, капуста – всего 11 наименований. Пока, по данным антимонопольщиков, резких скачков цен в Ярославской области нет. Потребители, правда, звонят по горячей линии, однако в основном по ценам в магазинах так называемой шаговой доступности, а не гипермаркетах, куда продукты поставляют оптом. Хотелось бы отметить большое количество звонков жителей по увеличению цен на мясо куры, но по нашим запросам, по ответу, прежде всего, самого основного поставщика – это Ярославский бруллер – повышения цены не было. По словам Алексея Ширкова, создан региональный штаб по реагированию на резкие скачки цен. Он пока не собирался на заседание, так как глобального повышения цен на продукты в нашей области зафиксировано не было. Евгений Полковников, Михаил Орлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова